В 2024 году в России планируется запуск суперсервиса «Правосудие онлайн». Его разработка находится в завершающей стадии, скоро начнется тестирование. Благодаря этому сервису в судебном процессе можно будет участвовать дистанционно в формате видеоконференций. Россияне через портал Госуслуг смогут подавать документы в суд, изучать материалы дела в электронном виде, оплачивать госпошлины и получать консультации по интересующим вопросам. Очень актуально, на мой взгляд. И действительно сейчас сервис уже есть, который закрывает часть функционала. Но они разрозненные и, к сожалению, не всегда удобны. А вот такой суперсервис, он позволит, во-первых, объединить, позволит в одно окно, скажем так, обращаться по многим вопросам и, соответственно, получать более оперативный ответ. Новый сервис должен стать максимально удобным и доступным не только для граждан, но и для юристов. Самые очевидные преимущества онлайн-заимодействия всех сторон – это плюсы юридически значимого электронного документа оборота. Прием и обработка электронных документов проходит в разы быстрее, чем в бумажном виде. Время поиска нужного документа тоже значительно сокращается. Чтобы ознакомиться с материалами по делу, не нужно искать бумажный оригинал. Электронные документы не потеряются, а предоставлять их можно в любое время. К тому же все участники процесса смогут отслеживать статус дело. Для этого достаточно иметь доступ. Однако не вызовет ли появление такого суперсервиса снижение востребованности юристов? Данный сервис «Правосудие онлайн» очень положительно скажется. Многие люди смогут дистанционно обращаться за помощью, если нет возможности лично присутствовать. То есть этот сервис очень благоприятно скажется в целом на всей юридической системе. Благодаря применению судами современных технологий открытость «Правосудие» связывается с ее доступностью. Это стало особенно актуальным в условиях пандемии, когда информация об изменении даты и времени судебных заседаний направлялась участникам судопроизводства, в том числе посредством электронных писем и СМС-сообщений, что обеспечивало высокую оперативность. В 2021 году более трех миллионов документов были поданы в суд в электронном виде, а более 300 тысяч судебных заседаний было проведено в формате видеоконференц-связи. Сервис предполагает работу с большим количеством документов. Это может стать дополнительным интересом для мошенников. Эксперты отмечают, переживать не стоит. Суперсервис будет хорошо оснащен системой безопасности. Я думаю, здесь вопрос доверия, конечно, есть, но это точно так же, как вы доверяете свои деньги банку. Я думаю, там все хорошо. Новый сервис готовится запустить на госуслугах. Уже в 2024 году там заработает раздел «Правосудие онлайн».